Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я вам хочу рассказать про Росбанк Премиум. Давайте начнем сразу с цен на этот премиальный пакет, точнее их два, премиальный и премиальный онлайн. Ежемесячное обслуживание за премиальный, если не соблюдать никакие условия, стоит аж 5000 рублей в месяц. Наверное, он дает много чего, но можно получить его и бесплатно. Например, это 3 миллиона в банке на всех счетах, поступление от заработной платы от 250 тысяч рублей в месяц, остаток в полтора миллиона плюс 75 тысяч рублей трат, 150 тысяч трат в месяц, тоже как вариант идет. Ну, либо вы можете взять кредит в банке, и вы должны платить по кредитам аж 120 тысяч рублей в месяц, наверное, какая-нибудь ипотека подойдет, может быть что-то еще. А вот премиальный онлайн стоит в два раза дешевле, то есть 2500 в месяц, если не выполняете условия, остаток в полтора миллиона рублей, 125 тысяч зарплаты, 750 тысяч на счетах плюс 40 тысяч рублей трат, платежи по кредитам 60 тысяч рублей в месяц, просто 75 тысяч рублей трат в месяц, кстати, неплохо для премиума, я бы сказал. Честно сказать, эти тарифы не вот то, что сильно отличаются. Типа, набор карт в тарифах одинаковый. Самый крутой пластик с доступных это Visa Signature, даже Infinite не подвезли, хотя он и бесполезен нынче, и MasterCard Black Edition, опять же не World Black Edition. Но сейчас от этого смысла примерно ноль, потому что бонусов по этим картам никаких нет, естественно. Так что... Зачем они? Непонятно. Мир Суприм вроде как доступен, но он доступен только в электронном виде. Так что плюсов от того, что вы оплатите рестораны, ну, наверное, вы получите 5% кэшбэка от мира только за какую-нибудь Яндекс.Еду или что-нибудь такое. Потому что в самих ресторанах, ну, может быть, вы можете оплачивать на Андроиде Мир Пэй и будете получать 5% кэшбэка. Но я пользователь айфона, так что для меня это ничего не значит. Ну, может быть, СБП будет работать, но, скорее всего, нет. Да, СБП же не связан никак с Мир. Программа кэшбэка по двум премиальным программам тоже никак не отличается. На вид ок. Но, опять же, надо тестить, потому что точную информацию можно получить только если у вас есть эти карты вживую, и вы увидите в приложении, а что же за категория кэшбэка вам дадут. Потому что в описании на сайте категории примерных, которые могут возникнуть, нет. А если каждый месяц будут вам предлагать 5%, да хоть 10% на зоомагазины, ну, как бы, не очень весело будет согласиться, если у вас, конечно, нет животных. Ну и, конечно, смущает 10 тысяч рублей в месяц максимального кэшбэка. Да, вроде бы это и ок, но все-таки не каждый месяц будешь тратить по 200 тысяч в розахутер. То есть 5% максимальный кэшбэк в розахутер. В остальных местах это будет 3% на две выбранные категории. 1% на все можно получать как опцию, либо же можно выбрать до 5 travel бонусов за что-то там. Но все эти travel бонусы мне что-то не очень нравятся в большинстве случаев у банков. Тем более за дебетовые-то карты хочется валюту, ну, рублей хотя бы. Проходки тут по Dragon Pass, это круто. Хотелось бы, чтобы в банке братики Тинькофф Dragon Pass тоже завезли, но чувствую, что это случится не скоро, если вообще хоть когда-то случится. Максимум можно получить 8 проходок в месяц, если у вас есть в банке 6 миллионов рублей, ну, либо же зарплата от 500 тысяч. Если же в банке менее 6 миллионов, но больше 3 миллионов, то будет 4 проходки в месяц. Если есть хотя бы 1,5 миллиона рублей в банке или 250 тысяч зарплаты, то дадут 2 проходки. А если просто будете платить 2,5 или 5 тысяч рублей в месяц, то проходок будет ноль. Все. Зачем они вам за эти деньги? И зачем вообще этот премиум? Это отдельная загадка. Есть консервис, вроде как приложение выглядит прикольненько, судя по скриншотам. Я, честно сказать, не открывал себе, так что подтвердить этого не могу. Указывает, что есть даже возможность юридической поддержки какая-то, и то, что вы будете оплачивать какие-то услуги чисто по факту. То есть сам консервис бесплатный. I guess that's a plus. Есть упоминание страховки в одном месте на сайте в глубине, но, честно сказать, я не нашел ничего более одной строчки на сайте, к сожалению. Судя по всему, застрахованы все путешествующие по карте, если вы оплатили всю поездку совместно. А может быть и нет, может быть застрахована только ваша половинка. То есть даже не семья, а чисто еще один человек. А может быть пять человек. Нигде этого не указано, пока вы не станете клиентом. Какая сумма страховки, тоже не ясно. Может быть там дадут какую-то минимальную на 10 тысяч рублей, условно говоря. А может быть и ноля. Вот не угадаешь. Ну, наверное, раз они этим не хвалятся, то и сумма страховки там будет 1050. Ну, так. Долларов, евро, понятное дело. Ну, еще с описания сайта я понял, что включен активный отдых, что радует. Это хотя бы можно назвать плюсом. Если у вас есть хотя бы зарплата от 250 тысяч рублей в месяц, ну или полтора миллиона отложенных денег, то, может быть, есть и плюс от этой премиум программы. Хотя бы проходки фамиру будут от этого работать, ну, хотя бы парочка. Ну, не карты, правда, да? Не стоит забывать то, что карты от Росбанка работать не будут, но это уже детали. Кому это нужно, да? Опять же, стоит вспомнить, если вам нужны проходки про Кубань, Кредит, Банк. Я о нем рассказал в предыдущем ролике. Ну, и вроде как Тинькофф запустил какую-то программу непонятную по проходкам по миру. Как получится, так попробую. А пока что все не ясно. Ну, а это все. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Заходите там в чатик. Там круто, весело все обсуждаем. Всех жду, люблю и так далее. Матане!